В воскресенье 29 мая на площади Победы состоялась продовольственная ярмарка. Более 10 фермеров города и района выставили на продажу продукты собственного производства. По итогам ярмарки стало ясно – печерцы за экологически чистые мяса и овощи. Сегодня многие печерцы обзавелись личным подсобным хозяйством. Эта форма домашнего бизнеса предполагает обеспечение сельхозпродукции не только собственных хозяйственников, но и определенную часть населения. Фермеры из города, поселков Лугового и Путейца накормили горожан свежим мясом и молочной продукцией. Любители цветов смогли приобрести кусты рассады. Жительница печоры Наталья Шихурина выставила на продажу любимые цветы. В коллекции цветовода 170 сортов фиалки. Он неприхотлив, хорош в цветении. Если есть подсветка, цветет круглый год. У меня начинают цвести с декабря, в общем, круглый год. Владелица путейского подсобного хозяйства Светлана Козловская привезла на ярмарку семена кур и кроликов. Разводить этих пушистых животных можно даже на даче. Основные условия их содержания – чистота и регулярное питание. А можно купить. Мы еще молочку купили детям, зелень купили, укроп, петрушка. Организация мероприятия планируется задолго до его проведения. Создается оргкомитет, который координирует работу всех необходимых структур – управление культурой, жилищно-коммунальной службой ОВД. Благодаря торговле фермеры города и района имеют возможность и себя показать, и на других посмотреть. А для чего еще нужны такие ярмарки? Естественно, нужны хотя бы для того, чтобы показать, что у них это есть, то есть вот эта вот продукция. Многие даже и не знают, что у нас, допустим, молоко есть пакетированное, проходит в магазине мимо, то есть думают, что это привозное молоко. Вот увидят, здесь будут покупать. А молочка, то есть сливки, масло, творог, оно всегда успехом пользуется. Масло свежее, ну вот я сам взял. Уличная торговля помогает владельцам подсобных хозяйств реализовать свою продукцию – молоко, мясо, овощи, рассаду. К тому же фермеры приобретают опыт разведения новых культур и домашних животных.